Всем привет, с вами LikeApp. Тема периферии игровых устройств распространилась просто до колоссальных размеров. Появилось много различных брендов, у каждого что-то есть свое. Но в этом видео я расскажу о своей новой игровой мышке Logitech G305 Lightspeed. Критерием при выборе было, чтобы мышка была беспроводной и не очень дорогой. В общем, сейчас все расскажу. Давайте располагайтесь поудобней, возьмите чего-нибудь покушать и не забывайте про подписку. Потому что еще очень больший процент зрителей смотрит меня без нее. Выбирал я мышку, правда, достаточно долго. Хотелось что-то похожее по форме на Razer Deser или Logitech G102. Я ими пользовался, они мне нравятся, а G102 я вообще пользуюсь до сих пор. Мне вообще больше нравятся такие небольшие мышки, чтобы они были не тяжелые, без большого количества кнопок. Потому что я понимаю, что из дополнительных я буду пользоваться только боковыми. Обычно на них ставлю голосовой чат и добивания, как например в Овере или в Warzone. Давайте ее распакуем. Пришла мышка вот такой обычной серой коробочке. Да, кстати, выбрал я в белом цвете. На выбор еще есть черная, фиолетовая и синяя. Тоже очень неплохо выглядит, фиолетовая, как по мне, вообще топ. Внутри же, как всегда, Logitech мышка упакована в пакетик. Также еще лежит инструкция, брошюрка пользователя, кабель и адаптер подключения. А, еще и батарейка. Да, это классно, не нужно покупать батарейки или аккумулятор с самого начала. Это плюс. И еще лежала большая напейка в виде логотипа Logitech. Давайте немного к характеристикам. Тип сенсора мышки оптический. Hero 25K. Максимальный D5 12000, что в принципе очень круто. Всего кнопок 6. Пластик матовый, такой достаточно приятный на ощупь. Немного с ребристой поверхностью по бокам. Помогает лучше хватиться. И мышка не выскальзывает. Сами кнопки по нажатию очень похожи на G102. Но мне кажется, что они тут как-то погромче. На что меня удивило, это то, что эта мышка питается от пальчиковой батарейки. Написано, хватает заряда до 10 дней. Я сейчас пользуюсь больше, наверное, неделю-две, две с половиной. Но когда я выключаю компьютер, я выключаю и мышку, чтобы сэкономить больше заряда. Так что тоже советую так делать. Мышка проработает подольше. Узнать, сколько осталось заряда батареи, можно посмотреть с помощью индикатора около колесика. Он будет гореть красным цветом, если будет садиться мышь. Само колесико, кстати, точно такое же, как и на G102, но опять почему-то громче. Что касается веса, весит мышка 99 грамм. Но центр тяжести у нее больше смещен на заднюю часть. Как раз таки из-за батарейки. Сначала было как-то не очень привычно, но потом это прошло. В плане игрового девайса эта мышка показывает себя хорошо. Кнопки не залипают. Скользит по коврику отлично. Кстати, у мышки резиновые ножки, не металлические. Конечно, кто-то скажет мне от подсветки скучно. Но в общем-то да, есть такое. Уже настолько все так привыкли к этой подсветке, что видеть мышки без нее как-то уже становится не так. Но вообще я подумал, раз мышка питается от батарейки, а подсветка точно бы забирала дополнительный заряд. Так что уж лучше пускай будет без нее. Хотя логотип, мне кажется, можно было подсветить. Был бы уже интересней. Еще из плюсов я вообще не заметил разницу в работе с этой мышкой надпроводной. Шикарно! Давайте к итогам. В целом можно сказать, что эта мышка это G102, только немного другой формы и беспроводная. Не скажу, что это плохо. Единственное, почему-то она шумнее, чем G102. Не знаю, с чем это связано, по виду все кнопки одинаковые. А так мышка правда классная. Стоит сейчас такая 4,5 тысячи. Я покупал вообще недавно за 3,700. Без понятия, почему так поднялась цена. Надеюсь, она скоро упадет. Мне кажется, магазины готовятся к черной пятнице. Но вообще конкурентов даже за эту цену у нее немного. И кто ищет удобную мышку, без кучи кнопок и подсветки и так далее, но с хорошим сенсором и беспроводную, я считаю, что это очень хороший вариант. А на этом все. Надеюсь, я вам помог с выбором. Если видео понравилось, то оцените его лайком. Не забывайте про подписку и колокольчик. И напишите комментарий, какой мышкой пользуетесь вы, какой вы может хотите на замену. В общем, пишите, все интересно. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok